всем привет мои дорогие виноградинки вы на канале кишмиш play меня зовут иван и мы с вами начинаем новую игру мафия дефинити эдишона ну то есть это первая мафия ремейк ремастер что там переделка короче короче взяли старую игру мафию номер один и сделали новую игру с тем же самым сюжетом я в первую часть мафии не играл а вторая часть мафии одна из моих любимых кстати игр поэтому я решил что в первую тоже стоит сыграть что отзывы про него хорошие тем более честного графика со всем этими новыми финти плюшечками как бы сам этот велел полгода назад я уже купила на полгода у меня висела на приставке все никак не не добирался до нее вот добрался в свое удовольствие хочу поиграть первую мафию скорее все запишем вторую третью точно записывать не будем потому что говнина просто редкостная не игра так уровень сложности пойдем нас классический этот параметр всегда можно изменить для тех кто предпочитает сложность классической игры враги смертоносная полиция реагирует не давай на среднем давай на среднем давай помощь в прицеливании давай полу помощь прицеливание кстати вот в высокую поставлю режим вождения обычный симулятор коробка передачи автомат реакция полиция обычная пропускать поездки выключить обучение показать в принципе все погнали слишком до готов конечно слишком много всего мне пихает сама вначале руки представляет праздник игра студии хангар 13 по мотивам оригинальной игры от студии illusion softworks чайклит будем играть за чайку да нет всегда давно хотел у нее сыграть ходит легенда сложности вообще первой части мафии особенно там какая-то есть гонка на классических автомобилях у которых просто это был самый первый взрыватель поканов еще до souls игр но нет играем на нормальном среднем уровне сложности насладимся игрой насладимся сюжетом давно хотел в нее поиграть вот все играем наконец-то добрался до мафии дефинити диши может быть рубанем еще потом во вторую часть да кстати почему бы и нет тоже очень классно же говорю вторая часть это одна из моих любимых игр вообще библи за всю мою жизнь просто я первый раз когда в нее играл у меня мир перевернулся мафия если честно сюжет первой части даже приблизительно не знаю томми это эндрю банджорно но это в ролях мы не будем читать ну понятно что мы играем будем за мафиози играть но никаких нюансов никаких абсолютно нюансов поэтому в комментах без спойлеров попрошу пожалуйста это нам представляют кто озвучку получается то есть сэм озвучивал дона а вот это или наоборот или дон какой-то там но вряд ли дон сальери это глен таранта скрещу глен таранта озвучивал донс дона сальери субтитры тоже включил тут есть русская озвучка как это актуально состав там особенно где нет даже русских субтитров где бы рассказали пошел нахер туда же есть русская озвучка представляешь красивый город нормальный графоник бля я щеку ты че ящик выпал родной хватай подмышку и ходу с дрона снимали стопудово по-другому с ними что что такие финти плюшки выдавать луи джи то будет луи джи можно было в принципе запускать и все всю свою речь и закладывать на первый ролик кто жнал что здесь так долго будет все наверно сейчас приступаем вот кто-то приехал да кто-то там трамвайчики это мафиозе и костюмах но в те времена только мафиози в костюмах деле ты же известный исторический факт конечно а вот это точно мафиози вот эти двое 100 вот сто процентов если до этого еще можно могли быть сомнений то эти дворе двое вот этот из соседей доме ты томи томас анджелло детектив норма вы один по своей воле сюда никто не пришел бы разве что санитарный инспектор что вам принести чашку кофе и все получается детектив встретился смотришь от 0 нет спасибо как хочешь и так под телефону ты сказал что есть предложение камни все так учти если тебе надо подмазать копа то ты не по адресу мне не нужны никакие партнеры хорошо я на мели даже на кофе не хватает но у меня кое-что есть как у себя братишка из тебя мафиози даже вы давно в городе три года я начинал в эмпайр бэй и вам поручили дело морелло первый же день ну так в газетах пишут а тебе то что скверно ведь это дело явно не из простых и что ты можешь мне помочь да я кое-что знаю и что же ты хочешь взамен неприкосновенность или может быть деньги ничего мне нужно защитить родных а семья это всегда слабое место и кто же это больная мать или жена с кучей детишек жена и дочка я так понял тебе больше не к кому обратиться иначе бы меня тут не было печально отец всегда говорил мне что без друзей в этом мире не прожить да но моем мире все наоборот я не удивлен слушай пока я ничего не могу обидеть обещать сперва я хочу узнать что у тебя есть так что может расскажешь или будешь тянуть время пока за тобой не придут думаете я убегу да я это знаю доме боже взгляни на себя вид паршивый не спишь ночами и так часто озираешься что скоро шею себе свернешь сдается мне на хвосте у тебя очень серьезные ребята и они не отстанут пока не отправят тебя на дно реки выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь мы оба это знаем но если ты останешься и всем не расскажешь быть может проживешь еще достаточно чтобы отвезти дочку под венец пожалуй я заплачу за твой кофе эх знал бы куда все это приведет никогда не знаешь что ждет за поворотом но ведь ты не родился с револьвером в руках нет я был таксистом еще в 30-м невозможно отказаться 1930 были как они долго разговаривали как они долго разговаривали это все равно еще заставка хотел зайти в настройки выключить субтитры и сделать голос погромче они работал ночами так больше платили и вот под конец одной смен я повстречал поле и сэма и это у нас типа конец истории в кафешке на то есть это вот сейчас идет предыстория как он попал в мир мафиози но мы-то уже знаем что он пошел к ментам ах ты сухо скорее поле здесь такси стоит повезло повезло с пушикой давай и чуть и ему открыл парку до тройной ценник тройной этот у поехали так подожди настройки хотел сделать хотел сделать настройки звук общую вот это я уже понижал громкость музыки эффектов и прочего но я не повысил тогда громкость звука в принципе да еще немножко сделаю чуть погромче так можно даже наверно вот так сделать сейчас посмотрим как-то будет вообще происходить так 77 ты у меня на мушке есть нас догонит нормально нормально ты же игрок нормально влег игрок ладно ребят надо маленькие настройки вот так вот сделать так и я хотел выключить еще эти субтитры все субтитры уйдешь мне проблемы не нужны тебя уже проблемы гони как они вообще узнали где мы будем какая разница надо сбросить и очень стрелять помню чушь и за нами еду пока одна но могут быть и другие давай давай стреляй назад браток держитесь я кое-что придумал классных охуенно ты придумал что это за типы твои дела везде не спрашивать нам эту сторону реки езжай по мосту джулиане как скажешь так маршрут показан болит адски как приедем я разбужу доктора может и так пройдет до вряд ли ты чего уж развесил и смей подслушивать я просто вижу вас туда куда вы сказали вот и вези тут если что ну как бы в мафии надо соблюдать хотя бы хотя бы скоростной режим что реально могут копы наехать даже за то что ты едешь не по правилам он видишь ограничитель стоит ну как бы сейчас ограничителя нету я помню что можно было как-то во второй части включать прям реально ограничитель и и тачка не набирала скорость больше положено здесь я пока этого не вижу как я понял но уже близко куда мне вести вас на том берегу меня достали твои вопросы лишь стало чуть больше теперь можно здесь притопить как бы немножечко типа можно притопить 50 так подожди мне что-то загорелся радар красным что случилось мы оторвались ясно ловушечка для нас нажмите а чтобы таранить другие машины зачем-то ранить я так поскочу зачем где можно срезать это их остановит так сбросьте хвост из одних я понял это как мост вантеде такие всякие про про штучки штучки прошу игучки где ты проезжаешь они же отстали аминты не могут ничего сейчас еще с кинем и вы не особо ладить и да иногда деловые партнеры ссорятся так нажмите чтобы зачем не карту а ограничители я включил случайно так ну давай поставим попробуем нет 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 все я я наял я случайно нашел где включается выжить утро я ничего не слышал ребята мы уже были на этом и здесь кстати в этом месте мы уже по идее здесь должна была быть разбита тачка какая-нибудь и то поехали еще еще одна осталась блин мне кажется которые тут дорогу копали нам спасибо не скажут х минус 3 тачки сколько вообще на встрече было машин 4 может 5 наверняка вызвал подмогу похоже на то следующий раз возьмем больше ребят этого следовало ожидать бля босс узнает об этом тихо 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 я не хотел никого сбивать я хотел быть приличным мафиози ёб твою мать разворачивайся быстрей а ладно не сбиваются они они бессмертны все хорошо это гражданские здесь бессмертны можно будет варить дестрой все оторвались с горем пополам серьезно но вся тачка и все больше и больше подыряли не всех подняли если не вернемся в свой район долго мы тут не протянем надо двигать домой вон еще одна красная тачка вот будет смешно если я прямо на первой же миссии заложаю у меня жизни уже вообще чуть-чуть осталось у меня еще так занесло жестко спасибо за совет ты бы лучше стрелял по как-то немножечко как бы чуть-чуть точнее более эффективно что ли у них у них реально тачки пошустрее мои я топлю вообще все что есть из этой тачки внимания сейчас будет успеем вообще зачем вообще ты брал акцию такси желаем мы не долетим а долетели никогда такого не делал я тоже а теперь в маленькую талию и побыстрее поездка не закончена вон смотри я сейчас включил ограничите скорости тачка больше набирать не будет думаешь у нас тукач думаю тебе лучше помалкивать обсудим когда вернемся в бар да вы мне конечно деньжат должны блять за ремонт машины по полной программе и за такую поездочку я бы как бы взял не знаю x5 еще и полечить меня надо у меня вон блин сколько хп-шечки осталось все эта игра эта игра про спокойные поездки вообще-то я не знаю почему учебность законитель началась самому же алиска мотоцикл стоит здесь есть мотоцикл прикольного гибара сольери что ли да то самый он знает кто это где здесь зачем ты хочешь награду аддона или нет знаешь тут на игру на его месте наградой может быть вообще пуля в голову он же знает много всего в воле-неволе но поучаствовал в их делишках хотя вывез ну ладно тоже такое тут 50 на 50 либо заплатят либо пулю в башку ну скорее всего заплатит раз он потом на них будет работать а потом выйдет стучать еще на них томи томи куда ты влазишь томи же его зуда я помню все пацаны спокойно я как бы здесь не просто так вот и он думаешь сейчас пушку достанет он или деньги уже подумал что пушку компенсации за твои услуги и ремонт машин теперь мы в расчете а у него под рулем тоже ствол наверное да этого должно хватить слава до сольери весьма тебе признательно за все если что-то понадобится деньги в долг хорошая работа только попроси да он друзей не забывает ясно спасибо и еще все это только между на если спросят откуда деньги выиграл в покер а насчет царапин на тачке пытался объехать бабульку на дороге чем дырки от пуль царапины четкие пылевые отверстия до скорого повезло тебе сегодня повезло остаться в живых на самом деле два раза первый раз когда погоня было что не завалили ну и второй раз сейчас что заплатили они в ваших выстреле меня чуть инфаркт не хватило деньги на ремонт да я бы легко мог купить новую я думал над предложением сэма работе но был скорее против платят хорошо но связываться с криминалом лучше бедный живой чем богатый мертвый даже удивительно как я был далек от этого но видимо деньжата поднажали так что пришлось пойти правильно так глава пройдена невозможно откроюх ты уже кругу целую главу прошли у ю ю ю ю ю ю ю что там дали погоня в ночи бегущий человек 1930 год выполните поездки с парнями сальери я поскорее вернулся за руль но работалось уже по-другому развозя людей ты проводишь много времени наедине со своими мыслями и с чужими тоже а уже днем работаешь работаем без продыху так как в тачку сесть x куда едем кран святого михаила прямо к нему все ограничитель сразу включи я всегда вашу аккуратно редкость для таксиста так суши я реально значит надо аккуратно завести думаю что если мы ее раскачаем она будет недовольна выключи этот колтеж не могу сосредоточиться а зажмите все выключил лучше уже как противная бабка может и немножечко как значит храм раскачивай сегодня воскресенье прошу следи за дорогой немножечко нарушили но ничего не сказала ничего не сказала он спросил просто программантка я слышу пацан баранг крути не выебывайте интересно от первого лица вообще у еб твою мать ты чё мать куда под колеса рванула вообще сумасшедшая женщина не себе по сигналь нормальненько идем чуть-чуть и чуть-чуть шашку чуть-чуть мы чуть-чуть припеть чуть-чуть превышаем нихуя себе храм вау очень красивый я хотел в таком храме побывать чисто на архитектуру полюбоваться здесь возле парка готовь баблишки мою на месте нормально вот он с вас 30 центов взамен чаевых я дам вам совет не курите в машине я будто пепельница ехала спасибо бабуль как скажете чтоб я делал без твоего совета найдите нового клиента чего еще ждать этот я же не могу разъяснить и дичи найду-ка еще клиента хочу я стою жду клиента нет его мужик покроимся не хочешь слышь такси бакс за бакс как дела дару можете куда подкинуть надо нет так ладно видимо не то место где возле церкви наверно вряд ли я кого-то найду надо к бару какой-нибудь подскочить клубу что не такое надеюсь за музыку мнение прилетит очень сильно не хотелось бы конечно музыку в игре полностью тушить а здесь нельзя парковаться сорян проедешь да твою мать возьми ты чуть ли плять возьми чуть левее доедет отсюда так найти еще клиента а где мне его найти вообще да и развернем что-нибудь поедем а вон точечка белая и он все понял ты 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 я просто не заметил сразу на карте и братан сейчас как пятачка круто ну хорошо никого не было на тротуаре до пошива шлифовали чуть-чуть садись садись рассказывай куда надо галерея побыстрее это можно побыстрее без проблем тапочку в пол намек понять решили развеется а тебе то что да так беседу поддержать я тебя не за беседы плачу езжай давай муляну и хамло ёб твою мать просто пиздец ты глянь на них из-за этого кризиса люди в конец обленились теперь то у них есть повод ничего не делать ну так работа же нету работа есть всегда просто ее искать нужно понимаю вы занятой человек таких нынче редко встретишь я эту депрессию предвидел продал акции перед тем как биржа рухнули так что да я занятой будете весь день разглядывать старые картины у меня там деловая встреча с коллегой хотя тебе ты какой до этого дела вот найдешь себе нормальную работу так поймешь о чем я а пока рули не отвлекая меня были на хорошо что что бабка какая-то хамоватый что этот мужик какой-то бить ничего что такого не сказал просто обычно это как я называется светская беседа смол ток ёпта во вспомнил главное тачку не развалить ты же рабочая лошадка и перед ментами особо не выпендриваться лишь я видел что коп идет поэтому спокойненько опа вот и перед галереей час 0 на чай тоже совет даже у него зима приятель вот пол бакса не трать все сразу я постараюсь ух ты же блять в юбис ты какая почему все клиенты сегодня такие козлы о не знаю блять он следующий на с тобой симулятор какого-то таксиста получается а не мафия тапочку в пол давай садись запрыгиваю родной тоже выебываться будешь да иди работаю а с тобой что ну ясно куда поедем маленькая маленькая италия поезд 1 улице маленькую италию я слышал я не скажу копом что тебя выпивка несет а ты не скажешь если я скорость превышу договорились тогда тогда заработал сегодня да так меньше чем хотелось бы как рынок упал так теперь ни у кого нет денег на такси чуем и в полной я теперь разобрался как назад смотреть увидят пьяных каждый день и нужны те кто ухо перевозят и продает я видел как они за меньше людей забирали ну да если они хотят тебя что-нибудь у них сухой за 30 год у них же сухой закон по идее нет в городе продается все уж это точно а он получается пьяный сухой закон понятно почему он таксон взял и почему можно манипулировать тем что ты типа я тебя не сдам если ты будешь это уж интересно вот я вижу синие значки заполненные а есть синие значки не заполнены братан извини я отвлекся на карту представляешь так так хорошо и так хорошо блин вот в самом конце взял тупо отвлекся реально на карту у моего двоюродного брата кафейный лоток за углом скажи что тебя прислал если зайдешь к нему ничего спасибо как-нибудь зайду бабки бабки понимаешь денег нету я заработал он 70 центов может доллар какой-нибудь какое кафе на рыночек картошечки взял повезет если мяско взял пожарил пажи все побил какой кафка купить кофе пьешь ты чуна заебись грабануть его ищет это из-за той поездки чтобы ты всегда помнил чей это город какое-то время походишь под себя убежать ну ладно их двое сбиты в принципе наверное лучше убежать ok let's go заебись а y я не эту кнопку нажимал опять прыгай прыгай просто поговорим и по мне стреляйте блять просто поговорим ой смотри в человека выстрел попал так а здесь тупик да нет нормально это менее обучение как как двигаться в городе если пьяна первым на первой ступеньке не затупил я даже даже ранение от них не получил бы отрываемся а зелененький это кто этом это те которых я подвез да 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 это та кафешка это та кафешка куда их привез на капотку смотрите кто это дина лук у вас есть дело к дону не нам бы с этим таксистом поболтать все с этим узнаете это любимый водитель дона если хотите сказать что-то ему скажите мне правда во что дружище мы так просто не уйдем и чтение может тогда вы здесь и останетесь ну что ж теперь мы так просто уйдем немножко припустили жиденьким да вкусняк а таксисту что теперь делать это мел да эта история его повеселит там тачка разбитая стоит надо как-то дальше работать так он видимо с нам и познать и познакомиться познакомился мы все поняли видимо начал работать дальше глава пройдена бегущий человек вечеринка с коктейлями его на вечеринку пригласил за дворки маленькой италии выполнить задание бегущий человек очень долгое вступление в игре как твоим томас томас анджелес фрэнк сказал у тебя проблемы да сэр мое такси здорово размолотили люди морала пришли к томе он помог нам тогда это такси твоя работа да сэр я чувствую перед тобой ответственность я дам тебе небольшую сумму как раз хватит на починку машины большое спасибо сэр но деньги мне не нужны тогда в чем же дело я хочу добраться до уродов разбивших машину ты слышишь фрэнк парню нужно мое разрешение чтобы подраться да я слышу все быки морала торчат в его баре поле ты знаешь конечно хорошо ты поедешь туда 100 у бары есть парковка там стоят их машины будем машины размолачивать узнает что на моей территории нельзя избивать честных работяг спасибо мистер сальери я не подведу и получается это что такая структура была что если бы он пошел разбираться без одобрения то мог бы еще и от сальери отхватить вернешься обсудим что делать дальше ну вот все теперь он с ними работает теперь он работает на сальери тебя здесь никто не знает так что потише воды ладно погнали тачки бить о что это осмотрите бар прочесть дон сальери вы не представляете как я счастлив узнать что вы собираетесь посидеть свадьбу моей дочери прошу если у вас есть какие-то особые пожелания дайте мне знать и я все устрою то будет чудесный праздник а с вашим благословением он запомнится всем еще больше ваш верный друг джованни романо до записку прочитал пойдем ту часть бара смотрим что здесь я только одну записку и газета 23 сентября 1930 года сухой закон остается в силе производства и продажи алкоголя по-прежнему запрещены выступая перед прессой президент герберт гувер подтвердил что сухой закон это благородный эксперимент остается в силе в ответ на критику демократов гувер пообещал увеличить финансирование бюро по запрещению а также усилить борьбу с контрабандой нелегальной торговли спиртным интересно это это же просто все ухудшает люди просто самогонку начнут пить они качественные алкоголь и всего опа сигаретная карточка сигаретный вкладыш 1 из 22 ну слушай 22 это немного так отправляйтесь к поле погнали приходи позже с поле или самым боюсь для тебя бар закрыт с поле а поле это вот этот а без поле меня типа не пускают себя понял погнали тачки молотить первая познакомлю тебя с видит он конечно то еще хамло но фрэнк и дон знают его уже сто лет чем занимается мы заходим к нему когда нужна тяжелая артиллерия с пушками на случай оружейник можем будем у него пушки покупать винчицу я так балдею с итальянских имен изучать как музыка винчицу смотри какой штуцер это кто с тобой вини это томи анжело у нас с ним есть работенка привет нужно револьвер и ружья нам только уделать пару-тройку тачек динамит даст если биты недостаточно у меня есть еще парочка коктейлей коктейльчик это уже интересно да я журнальчик тебя заберу тут видимо помимо вкладыш еще журналы можно собирать парни тебя не прогонят загляни ко мне попозже нам учу тебе ствол о слушай это тридцатый год а я увидел него на столе томи мг магия черная так вот на столе лежал томи мг сейчас тридцатый год выпустили тогда томи мг он где не помню то ли в первой мировой войне его придумали то ли во второй но если он лежит на столе то скорее всего вперед нельзя то так пугать людей извини я же просто пошутил ты еще хромаешь у нас тут теперь уже двое коллег это про себя он конечно поле да доме доме отжила знакомству я говорил у нас немного того на пригодишь ему чужую тачку она станет твоей у нас томом 1 деть нужна машина насчет этой поле это них ход рот но по городу ездить можно что-то какой-то мутный тип этот поле мне не очень нравится пацанчик он буду не такой понимаю на кой черт ральфи дал нам эту тачку я пытался показать тебе красивую жизнь а мы на колы маги который моя мамаша могла купить лет двадцать назад знаю я ральфа наверняка он у моей мамаши и и спер да нормальная машина не все же в такси гонять ладно не притворяйся это же просто ведро с гайкой слушай можно сигналить я был виски новый поставщик и вы вот так открыто его покупаете тормоза не к черту это была первая партия к тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию умарала чьи тачки ты скоро подпалишь еще больше дружков полиции чем у нас но и у нас все схвачено если не борзеть главное оглядывайся почаще если хочешь бутылочку того канадского виски ты скажи мы припасли немного для друзей да я небольшой любитель этого дела раньше я мог накидаться самогоном но давно уже завязал с этой дрянью до добра это не доводит но у нас это пойло высший класс можешь смело пить и не бояться что ослепнешь хорошо спасибо важней собой бухлотов какие заведения мы его поставляем пускай пока пробухнул свою рассказывать . вообще нет сейчас я просто хочу испортить день козлам который испортили день мне ну ладно и вообще от этого одни неприятности это говорит тебе парень который собрался сжечь машины морала если что ты меня защитишь все пройдет гладко если гладко не выйдет не дай им зарисовать твою морду или врежем так чтобы они ее на хрен позабыли не едет даже до ограничителя не доезжает понимаешь а если сейчас погоня какая-то куда мне деться интересная игра они очень много разговаривают и я почти всю серию молчу и и очень напрягаются просто на расслабоне играю вот это кайф вообще это кайф и бля я только разогнался тут поворачивать надо ёб твою вот видишь значок сейчас копа такой был у пола сейчас стал полным ой опять полы в чё за херня надо будет разобраться между кварталами морелла и сальери есть какая-то граница не особо все часто сдвигается туда-сюда но в основном мы держим маленькую италию сидит норд парке и еще много где если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе быстро поймешь что тебе лучше пойти в другое место даже раньше чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глаз короче морелла он реально куча и вот вот он сейчас полый а может этот высоты зависит может это если типа он где-то выше или ниже уже близко и как на этой коломаге потом уезжать ну серьезно а вон еще красный значок появился ходят сюда покурить и поболтать а тачки оставляю сзади ленивые обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка давай сюда проберись внутрь и разнеси их машины будет им урок а ты зачем идешь вдруг тебя подстрелят типа свидетелем будешь или что свечку подержишь когда меня стрелять вы что-то такое сломала счет в игре если они нас не увидят то и стрелять не будут логично лезть через ворота на крышу я пойду и отвлеку этого бычара отлично умею отвлекать прямо мастер этого дела особо но многие в городе очень злые на босса береженого бог бережен что платье да видишь я сейчас как вы нажмите чтобы занять укрытие аукей что делаешь что-то несешь вообще как вырубать ну он его чуть-чуть придушил как бы были слушал вот зачем а зачем их же чем эти тачки лучше угнал так давай мы зажмите чтобы открытию а у меня есть своя бита все понял зажмите чтобы ударить с большей силой давай помогай мне чувак игре катал вернуться бы это бить все брата отправляйся спадки так ну я взял молотов зажмите рб чтобы прицелиться отпустите чтобы бросить коктейль молотом рб зажмите чтобы а вот ёпта не видел блин я только одну тачку получается спалил возьмем тачку дина чего ты взял что эта машина дина взят села аптечка я пока немножко на первых этапах туплю в управлении но в целом то все будет чики-пики угнать тача разбить стекло я помню можно будет еще замки взломать прямо ворота надо свалить отсюда пока громилы не прибежали они что нам делать гнать как можно быстрее пока не оторвемся хороший план они разозлились не будем злить их еще больше кто копы или блять бочин спасибо я только-только немножко оторвался от копов блин так это нас учат просто уходить от полю а как у меня так быстро догнал да что ты блин они выпорхнули откуда не возьмись хорошо мы хоть на только ламаги не поехали на серьезно они въебались не должны хорошо мы на только ламаги не поехали бы не ушли от погони на той тачку оторвались прекрасно аккуратнее они все еще ищут нас сейчас лучше не нарушать я понял да не давай немножко придут им пока никого нету надо просто показ по поглядывать на карту и смотреть чтобы не было рядом копов спокойненько аккуратненько когда и когда когда есть копы спокойненько кур когда их не слухом как есть проблемы нам не нужны а сейчас уедем не боюсь поехали доложим боссу я думал легавую сальери на содержание только некоторые постовые а у морала сам шеф полиции в кармане морел короче круче все мы поняли морел это реально больше здесь круто было что круто у делать этого парня а сальери так себе на тачку круто же пожалуй да первый раз самый лучший дома с ним ничто не сравнится ну подходит тебе это такая жизнь а тебе то что но я просто интересуюсь люблю вопросы задавать сомневаюсь что вы сэмом каждый день курочите машины на парковках ну иногда мы заняты иногда не очень меня вот не принимали так как тебя ты не дрючил дружков дина и не забирал его машину я воровал тачки и меня наконец заметили а когда меня прижимали копы я никого не сдавал однажды мы свинченцы разболтались возле бара и я стал с ними работать десять лет уже прошло а я все еще здесь я только приоделся получше а вине уже старых рыч я думал что в семью беру только благодаря каким-то связям братом или дядя или ну бывает что кто-нибудь приводит своего родственника вот например карла папаша его был с доном не разлей вода поначалу такому человеку больше доверия но многие из нас попали в семью прямо с улицы с тачкой на которую вы уехали почему может и лучше но окно разбито зато свежий воздух красота окно чем я типа на запчасти оставляем или что я думал мне за него заплатит какую-то копеечку все-таки угнали пригнали еще типа пустят вход или мне отдадут я по себе забрал такси это хорошо но лично автомобиль тоже не помешает особенно если хочешь попасть в дела мафии там надо быть мобильным очень сильно так знаешь что у нас как бы время уже подходит давай-ка мы на этом моменте серию закончу следующей серии пойдем разговаривать с доном спасибо что ты смеял здесь понравилось было интересно ставь лайк и теперь подписывайся следи за моим канал впереди еще много чего интересного счастливо пока до свидания